Великая княгиня Мария Романова прибыла в Крым с частным визитом по приглашению президента Украины Виктора Януковича и предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира. По благословению святейшего патриарха Кирилла в поездке ее императорское высочество сопровождает иерманах Никон, духовник движения за веру и отечество. Священник отмечает духовное составляющее, главное в этой поездке. Утром, после той ночи, когда мы прилетели в Крым, первым делом мы посетили Александр Невский храм, восстановленный, в свое время построенный в память чудесного спасения императорской семьи в Борках. И посещение православных храмов, святынь, конечно, неотъемливая часть нынешнего посещения первого после длительного перерыва многодесятилетнего главой Дома Романовых Крыма. У свято-владимирского кафедрального собора высокопоставленную гостью встретил благочинный Севастопольского округа протеерей Сергий Халюта. Это именно то место, где крестился князь Владимирович. По преданию, купель находилась там, где сейчас находится гробница. Именно сюда вошел молодой 25-летний князь. В сопровождении севастопольского духовенства и членов делегации государыня посетила верхний и нижний храмы собора. В верхнем храме Великая Княгиня приложилась к частице мощи и святого равноапостольного князя Владимира. Здесь же состоялся обмен памятными подарками. Мы решили вам преподнести это блюдо с видом нашего собора, чтобы, находясь там, где готовил вам Господь путь, чтобы вы помнили о нашем соборе и помнили о том, что мы всегда молимся, мы всегда ждем и любим тех людей, тех императоров, тех великих сынов Отечества, которые созидали нашу святую православную веру и церковь. Спасибо большое. Очень трудно. Ой, ну это здорово. Как красиво. Красиво. Князь Господа и ее родители. Спасибо. А это адмирал Култаш. Великий князь первой отечественной дедушкой. Спасибо. Спасибо. Спасибо Господи. Помните наши родители, моего сына. Божество. Спасибо Господи. Великая княгиня осмотрела внутреннее убранство верхнего и нижнего храмов восстановленного собора. Поклонилась его святыням. Действительно, снова есть такой храм у вас, что люди могут помолиться и иметь честь, которую Господь вам дал, что именно отсюда все и пошло. Так что, действительно, я думаю, что это было очень важно, восстановить этот храм. И я очень рада для всех. А, конечно, быть в этом городе, это просто была мечта многих лет. И очень рада, что наконец-то смогла это сделать. Дай Бог, что это не последний раз. И что я могу тоже всем рассказать, какой дивный край. И удивительно, что мои предки так его любили. И надеюсь, что я могу звать много других, чтобы они тоже приехали и повидали бы, как они приезжали, когда тоже государь их приглашал сюда. Визит княгини Романовой в Херсонес Таврический продолжился экскурсией по территории музея-заповедника. В завершении для ее императорского высочества был дан праздничный концерт в античном театре Херсонеса. Евгения Константинова, Анатолий Кукса, телекомпания «Корсунь», пресс-служба Севастопольского благочиния.